Конечно, не всегда борьба за правду может вестись языком дипломатии. Иногда приходится вести борьбу иными средствами. Об этих страшных, но славных временах напомнит сюжет моего коллеги Ивана Благова. Он наблюдал за посадкой в Берлине легендарного советского штурмовика Ил-2. Это и правда Ил-2 сегодня в небе над Германией. Настоящий фронтовой. Почти 2000 километров от Калуги до Берлина промежуточные посадки в Минске, в Варшаве. И вот, несмотря на сильный ветер, в районе аэропорта Шонафельд совершил посадку легендарный штурмовик Ил-2. Летчик-испытатель Владимир Барсуха. Это именно он сидел за штурвалом. Говорит, во время перелета успели и в грозу попасть, и поболтало изрядно. Но помнить он будет другое. Как на пути к немецкой столице. Смотрел на поля и думал о том, что здесь происходило в последний год войны. Летели фактически по тем местам, по тем маршрутам, которыми советские войска наступали на Берлин. Это вот полет памяти всем этим людям. В Берлин Ил-2 прилетел для участия в программе международного авиасалона Ил-2. Полеты штурмовика смогут увидеть тысячи зрителей. И вот, похоже, первый сотрудник наземной службы аэропорта попросился сделать селфи в кабине. Но почему-то все думают, что это лишь современная копия Ил-2, так называемая реплика. Вот и немецкий фотограф. Он помнит русский язык со школы. Удивляется. Это нет реплика? Нет. Это оригинальный. Правда? Правда. Авиареставратор Виктор Лушин с гордостью показывает нам пробоину в корпусе. Он оставил ее специально. Как раз как доказательство. Это не новодел. Если бы ее не оставили, то больше бы основания было сказать, что это не настоящая броня. А это настоящая броня. Вот она. Посмотрите, потрогайте. Чтобы представить, какой был фронт работ, достаточно посмотреть эти кадры. Из воды достают тот самый Ил-2. Здесь же дочь героя Советского Союза Валентина Скопинцева. Это его самолет. В ноябре 43-го при выполнении боевой задачи в Заполярье Ил-2 Скопинцева был подбит. Возвращался он, как поется на честном слове, и на одном крыле. Гидравлика повреждена, шасси блокированы. Мотор в итоге заглох за три километра до базы. Пришлось садиться на брюхо с тремя невыпущенными реактивными снарядами под крылом. Сели на замерзшее озеро. Удачно. Летчик Валентин Скопинцев смог покинуть кабину и вытащить раненого стрелка Владимира Гуменного. Ну а Ил-2 ушел под лед. Его подняли почти через 70 лет. Мы достаточно длительное время восстанавливали этот самолет. Очень бережно, очень внимательно подходили, чтобы насколько можно сохранить тот конструктив, который был изначально разработан в этой машине. Впрочем, некоторые вещи решили все же переделать по-своему. Например, листы обшивки именно на этом самолете изначально были закреплены неправильно. Так, что могли задираться при полете. Впрочем, критиковать тех, кто во время войны собирал самолет, у реставраторов язык не поворачивается. А на заводах в это время как раз все мужчины шли, если уходили на фронт, их места занимали либо пожилые люди, либо женщины, либо дети. Вот такая история. Поэтому листы, к сожалению, не использовали. Ил-2 самый массовый военный самолет за всю историю авиации. Тем не менее, в мире сегодня есть лишь два таких штурмовика, годных к полетам. Так что увидеть Ил-2 в небе для любителей авиации действительно редкая удача. Всего несколько дней штурмовик в Берлине. Ну а затем под крылом самолета снова будут поля и леса. Он возьмет курс обратно на Калугу. Иван Благой, Дмитрий Волков, Григорий Емельянов, Ольга Герасименко. Первый канал. Берлин. Дмитрий Волков, Григорий Емельянов, Ольга 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 Григория, 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 Ольга